доброе утро друзья мы проснулись то у нас тут по погодке переменная облачность знаешь сколько градусов просто ради интереса плюс 6 а в эту субботу будет ночью минус 1 ну ладно не суть в общем мы потихоньку готовимся к путешествия уже собрали тут сумки нет вы не подумайте что это единственно не берем у нас получается 3 рюкзака ну ладно это еще покажем здесь немножко тянуть а сейчас мы позавтракаем как приготовила свежий хлеб сейчас будет костейльчик икор куда поедим и уже поедем а маленько еще показать ну выглядит она так себе потому что она заморожена да нам надо будет еще собрать машину у нас там будет спальное место это все обязательно покажу и расскажу немножко как у нас там все устроено тем более сейчас светло будет удобно все это дело показать опять же весь этот влог он посвящен поездке то есть у нас не будет каких-то достопримечательностей потому что сейчас мы опять же повторюсь едем в дагестан тот кто подписан на канал уже об этом знает кто-то пришел впервые знаете едем в дагестан поедем скорее всего через грозный и будем еще выбирать маршрут по которому ехать либо через волгоград либо по m4 платки сейчас будем решать ну понятно почему мы это решаем туда же объяснять не нужно вот как то так а что за красоту ну вообще на симпатично выглядит а морожка будет чуточку у нас не будет морожек мне не будет вообще немножко расстроился мы купили вот этот блендер прям новый в мвидео и тут не работает вот эта пипка которая называется пульс то есть один раз вообще за работа она очень прикольная потому что когда тут много ягод и фруктов он создает вибрацию и не надо вот так вот стоять трясти его чтобы это ну вниз повалилась мы будем сдавать слышишь мы будем сдавать его а у нас морожки еще да это мы забрали из сочи такие формочки я заливала вот коктейль который я делаю сюда натуральное мороженое без сахара очень прикольная хочу еще выразить слова благодарности моему подписчику игре нового который откликнулся когда посмотрел прошлый видос я там жаловался что final cut у меня нет плагинов разных переходов таких же красивых как premiere pro он мне скинул ссылку на платный сервис где можно было по выбирать мне ну классные плагины и в общем после того как я выбрал скинул ему ссылки он их все скачал и скинул мне в телеге так что очень круто теперь у меня и final cut будут классные переходы всякие текстовые блоки и прочие штуки видосы станут немножко красивее у нас повторение вчерашнего дня бутербродики салат но коктейльчик сегодня все сейчас едим и начинаем собираться у нас готова постельное белье для тачки ну его надо в пакет или ты в руках понесешь так все друзья мы выползли к машине я уже собрал вещи у нас получается удобно один рюкзак за пассажирским сиденьем показываю дальше за моим тут еще два рюкзака посередине сумка и еще у кати небольшая сумка девочки сейчас будут собственно разбирать постель вот так вот это выглядит днем все отлично видно тут полноценное спальное место на двух человек так что все очень здорово вот этот матрасик из икеи простым к все тоже из икеи подушки я уже даже не помню но они удобные мы используем для спанья 4 штуки и хотя вот эти икеевские вот как называются они немножко с пятнами уже постоянно в автопутешествиях сами понимаете и грязь и пот и вот это все конечно присутствует дальше хотел вам еще прикольную штуку показать у меня в шкоде была розетка 220 вольво ее нет я купил в онлайн трейде вот такую портативную штуку то есть она втыкается 12 вольтовую и получается 150 ватная зарядка то есть можно полноценный макбук про питатель единственное она немножечко иногда шумит здесь вентилятор встроенный вот не помню за сколько купил ну что-то недорого получилось в районе по моему полутора тысяч рублей поэтому для нас это спасение так это уже постелено сейчас девочки сделают одеялко кстати мы его где-то люто испачкали мы его потом постирали машинки сушкой он прекрасно не я я знаю да катюша красивая мы сказать и кстати одинаково вообще выглядим черные кроссовки да я и сниму просто сейчас на улице сейчас просто холодновато ты вообще как или нормально тебе окей хорошо и немножко про кроссовки хотел сказать купил я их спортмастере за 3200 рублей они просто как сетка очень удобно водить я прям доволен с думал просто куплю там пару раз надену в итоге просто не вылезай из них они супер мягкие то есть он прям гнутся во все стороны не доставляет дискомфорта и водители меня поймут то что когда очень долго едешь за рулем иногда там то пятка страдает ну то есть вот эти бортики они как бы твердые у кроссовок тут все мягенько поэтому довольна покупкой так ну вроде все по быту рассказал сейчас девочки все заправят и покажу финальный результат вот так вот все выглядит 4 подушки полноценное одеяло очень мягенький матрасик сейчас еще открою вот эту дверку ну вот мы вдвоем здесь вообще отлично помещаемся очень удобно ударилась что ли аккуратнее все мы практически готовы ехать сейчас еще во вкус вилл и магнит заедет сног будет воды каких-то вкусняшек дорогу взять мы искать и договорились то что не будем этот раз всякие чокупай и прочие сладости это просто по мне просто пример с наберем еще каких-то ягод наверное сушеных до орешков вот и будем питаться вот так и перекусывать дороге ну естественно помпончик ложка за маму все эти столовки ждут все здорово я доволен тем что у нас вообще не получится вот этой чехарды с перекладыванием вещей на переднее сидение все за сиденьями а до вытаскивается ты вытряхнуть хочешь а это бесполезно ну потому что сейчас еще хуже станет вот это все под коврик ну ладно окей ты просто хочешь обувку снять что у тебя эти ну смотри видишь и все летит обратно в машину я об этом и говорил стекло протер уж вообще тряпочка беленькой стыдно стыдно да ну и не видно и стыдно не часто нормально а мы все равно сейчас по сухой погоде поедем и что смотреть в окна не обязательно нет давать ему наставление в дорожку чтобы мы ссорились как валюха с иваном бычко это мама сказала да я не слышал все заводим можете там поорать друг на друг как иван это по топливу у нас нормальный запас больше половины и у тебя дверь открыта машина пишет давай их побольше вот таких они прям крутые отличаются это клубника это клубники может просто упаковка обновилась и все смысл то один и тот же и стоит это все одинаково так ну и конечно мы сейчас возьмем водички потому что на заправках вода стоит просто пять раз дороже это правда не вижу но сейчас найдем и немножко батончиков возьмет сейчас состав почитаю давай хочешь фенкрис по еще возьмем так на этом мы не будем есть это тоже все очень сладкое так сейчас повродим и покажем наш улов нормально да по составу все же там есть антикислитель и всякая прочая фигня чтобы они хранились дольше более-менее безопасно есть финики любишь финики я не люблю просто не не особо я изюм люблю там изюма чуть-чуть есть но что-то она очень дешевая она от ленты как думаешь ничего там плохого нет но она сладкая я бы что-то такое нейтральное может быть взял арахис соленый тоже не подойдет может быть вот такая смесь у нас как раз и миндаль у нас есть кешью да у нас есть миндаль и изюм у нас есть то же самое только фундука нет у нас такая смесь ну окей катя все в надежде встретить тот шоколад натуральный но в ленте вряд ли очень сомневаюсь в большой а это мини-лента так ладно давайте вам покажу что мы в итоге взяли мой что-то бугнит там детскую воду бушу взяли немножко сока это еще взяла чернослив ну и вот эти штучки фитнес-батончики любимая кати на дело я не против ты кстати знаешь что для то кать стоп остановись ты можешь сразу вот здесь выбрать 6 штук и все все видишь из тебя будет лучше кассир да сейчас если на работу продактом не возьмут пойду в ленту ну чё тут у нас по цене нужно два касса чуть-чуть осталось только давай единственное батончики ты нажмешь количество штук они будешь каждый сканировать хорошо просто посмотрите салфетки мы берем детские потому что тут написано 99 процентов воды ну то есть они будут без химии соки мы берем детские потому что они будут без химии детям без химии все делают еда у нас детская вода детская печенье детская ну и сухофрукты а почему потому что мы верим в то что детям фигней не насыпать ну вообще-то не трогично давай дорогая подожди давай это скидку получим скидка имеется было две пятьсот девятнадцать ваша скидка да посмотрим начать оплату пакет да возьмем продолжить продолжить скидка двести восемь рублей пожалуйста но убираем я карты платить буду и ну чтобы номерок не полился если такое нечего смотреть секретики так пакет я взял двенадцать килограмм так я сама хочу ву... Пора по дорогам дорогу Погнали. В путь! Мы немножечко попали. Находимся сейчас в населенном пункте Большие Веземы. Здесь пробка на 29 минут. Не работает светофор. Молодец, все правильно делает. Давай смотреть YouTube. Просто скучно так сидеть. Да, правда на скрепление максимально дурацкое просто. Оно ужасное. За 300 рублей на Алике купил. Лучше так, чем в руках держать. Да, просто оно падает быстрее. Как же вот это сделать? У тебя как-то получалось здесь нормально это закрепить. К нам на помощь пришел ДПСник. Но мы вообще не двигаемся. Пробка увеличивается каждую минуту. Уже 36 пишет. Вообще не сдвинулись ни на сантиметр. Ну все. Давай YouTube смотреть. Дай-ка эту же сушечку. Катюк что-то снимает. А у нас первая остановка. Ну я думаю вы узнали. Это Лукойл. Сейчас заправимся соточкой до полного бака. И через полчаса заедем в Грит-кафе. Там у нас будет ужин. Непонятно почему она не идет. Все стоит, язык мне показывает. Топлива у меня осталось очень мало. Всего на 120 километров. Тут где-то литров 12. Вот. И за одну за эту поездку я думаю расширю свой статус на Уколе. Может быть даже до ВИ подойду. То есть по топливу точно пройду. А по товарам ну фиг знает. Я вам потом покажу мобильное приложение. Может быть сейчас непонятно о чем речь. Погода вообще отличная. Светит солнышко. Нам прям повезло. Нет дождя. Единственное немножко прохладно конечно. Всего 10 градусов. Ну все равно. Солнце это прекрасно. Я думаю там всем видно. Вот оно. Красивое. Здрасте. Вне соты до полного. Вне полного. Угу. Хорошо. Вы очень часто просите в путешествиях говорить про расходы. Смотрите. Я сейчас заправился сотым. 41 литр на 2,879. И мне звонит какой-то спам. Да? Проверим. Да. Реклама товаров или услуг. Отклоняем? Да. Отклоняем. Нахер пошли. Сейчас зачем мне звонить в это время. Вот. Поэтому сами там считайте. Мне потому что лень все это делать. На всяких заправках и столовках я буду говорить сколько потратил. Постараюсь по крайней мере. Угу. Вот. Сейчас 2,879. А когда мы спим в машине, ты говорил то что такой расход? Сколько получается? Ну за ночь около 10 литров топлива. Ну 600 там 30 рублей. 500. 580. Ну смотря какой ты заливаешь. 100 или 95 лектора. Угу. Угу. Блин. Не люблю когда так происходит. Угу. Мне еще заднюю сдавать да? Получается. Господи все заехали не туда да? Ни у кого нет транспордеров. Может он есть, но не проходит. Оплата. Потому что бывает. Ну фиг знает. Смотри я поеду. У тебя ж помнишь было такое? Бля. Тут даже эти роллы есть. А? Я не видел раньше. Шашлык сильно. Куриный. Ой я гороховый сын. Гороховый? Все нормально будет у нас? Обещаешь? Да. Вот тоже буженинка смотри есть. И котлеты домашние. И куриные. И пюрешка есть. Вообще все. Я рад. Мне это нравится. Да. Пойдем на поднос. Знаешь что еще хочу? Че? Без троганов и свинины и картошечку. Там пюре есть, Катюш. Пюре? Да, окей. Давай. 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 Возьмите в холодильнике. Если нужны стаканы, возьмите в баре. Тысячу тридцать рублей. Единственный шоколад, вода, жару. Оплата как? Да. Котлета настолько горячая, шипит, мне сказать. И на ней почему-то пена. Ну вот за это всё мы тысяча тридцать рублей заплатили. Вообще норм. Да. И нормально полезно. Класс. Да. Жалко, что больше не будет этой сетки. Да. Сейчас я ещё гренки возьму. Давай. Горохового супа и фигурку возьму. Давай. Мне нравится здесь вкус блюд. Но единственное, конечно, порции не очень большие. В Кате норм? Да. А я бы хотел, конечно, чуть-чуть побольше. Может быть, ещё с собой в дорогу возьмём панини какую-нибудь или какой-нибудь бутербург вкусненький. Очень вкусно поели. На всякий случай даю подсказку ещё раз. Это примерно 255-й километра от Москвы по трассе М4. Заезжайте. Нет. Логотипа здесь нет. Ну ладно, я кадрами ранее показывал. Смотрите небо. А, давайте я вам немножко покажу предзакатное небо. Сейчас время восьмой час. Вон там, за машиной. Да. Вот здесь красиво. А мне вот здесь нравится. А мне вот здесь нравится. Окей. Показывай. Вот тут территория очень классная. Если вдруг устали, захотели переночевать, остаетесь здесь. Сейчас подожди. И с утра можете ещё позавтракать. Здесь очень они вкусные. Сними. Сними поближе. А я заснял уже. Извини, пожалуйста. Я когда снимал, случайно локтём Кате ударилась. Так, ну что, открывайся. Солнышко, прости, пожалуйста. Я случайно. Ладно. Так, у меня телефон выпал. Хорошо, что в машинах. О. Ещё чуть-чуть и на свадьбу грохнулась. Помогай. Сейчас помогу. Проехали, как вы поняли. Вообще ничего. Да. То есть, 255-й километр. За целый день. Сейчас восьмой час. Но вы знаете, у нас эта поездка будет очень неторопливая. То есть, мы стараемся... Да, я сейчас сделаю камеру, чтобы всё было хорошо. Побольше есть, останавливаться, отдыхать. Не хочется изматывать себя. Плюс сегодня... Какое число? Двадцать... Шестое или седьмое? Двадцать восьмое. Двадцать восьмое. А, даже... О, я потерялся. Двадцать восьмое число. То есть, в майске ещё через несколько дней. Дороги свободные, поэтому... Да и, в принципе, потом нам торопиться некуда. То есть, всё равно без работы. Двадцать восьмое число. Продолжаем свою поездку. Сейчас мы находимся уже в Воронеже. Стоим на парковке. Ровно вот здесь я записывал видосик «Как спать в машине». Сейчас немножко похожу, пображу Потому что спина, жопа все равно немного затекает Плюс я заправился еще на 1477 рублей 28 литров А может быть цена уже другая Я вышел и через 3 минуты уже забыл Ну, около того Короче, полторашка получилась Катя сидит в телефоне Выползли тоже, реально, это очень хорошо Просто выйти, размяться на буквально 3 минутки Если тебе холодно, бери мою толстовку Не сиди прям вот так вот Это неплохо Заставляю Катю тоже разминаться, немножко ходить Потому что вот так вот постоянно на одном месте сидеть не очень Бабайка, кто тебе ногу придавил? Бедняга, а? А у нее на ушке этот есть бейджик Дал бы я что-нибудь пожрать, но у меня вообще ничего нет Ну, вернее, только детское печенье сладкое Но собакам сладкое лучше не давать А мяско нету Да? 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 Просто согласись, да? Секси тайм у нас будет сегодня Ой, какой секси тайм Такой секси тайм Ты мне по губе треснула в курсе Ну что, холодно? Да Холодно, холодно, но ничего Ведь рядом с тобой не горячо Что за у меня за прическа такая хорошего мальчика Ой, я себе больно сделаю Не надо меня сжимать, а то я пукну Действительно Сколько мы проехали, знаешь? Пятьсот Ну да, чуть побольше Чуть побольше Все, погнали Мне уже что-то как-то... Нет, зарядочку давай Давай Ну еще зарядку делай Знаешь, что я хочу? А то только ручки надо помнить Блин, мне стремно Меня смотрят А я это не делала лет с десяти Ну-ка Ну-ка Сейчас сальто-морталь И в итоге Катя вся грязная Ничего себе ты Молодец Че ли не надо это? Салфета? Да Открой Мы будем заканчивать сегодняшнюю дорогу Сколько мы по итогам проехали Давайте посмотрим Итак, время в пути у нас Десять часов семь минут Восемьсот шестнадцать с половиной километров Я считаю нормально Учитывая, что мы выехали пол третьего Вообще отлично Скажи Да Будем ночевать на Лукойле Сейчас вам покажу Очень классная заправка Здесь много дальнобойщиков ночует Машин много Сейчас почистим зубы И уже будем готовиться ко сну Если не забуду Завтра вам еще про нашу щетку расскажу Потому что она стационарная Но при этом ее можно как дорожную использовать Там классный чехол В общем Может быть вам это пригодится Если вы тоже автопутешествуете Все, сейчас буду вырубать фары Пойдем непосредственно в сам магазин Там почистим зубы И все, в принципе Мы так-то уже умылись То есть использовали там лосьон Крем Поэтому лицо умывать нам не нужно Мы уже умылись и сделали Надо зубки почистить Ну да, я уже об этом и сказал Я так рад сказать, что у нас вещи все за сиденьем У нас обычный просто вечер перед сном Это перекладывание всех вещей Ну да, тут есть немножко бутылок Сейчас их не видно Покажу Ой Да, немножко продуктов Но это фигня По сравнению с тем, что надо постоянно все вот сюда класть Так, ну все Ну в принципе готово Классно? Там тепло, нет? Нет, очень холодно Сделать тепло Да, я сейчас включу на 2 единички И 23 градуса Хочешь, сейчас 24 включу И 25 Ну да, и 25 А потом с утра тогда перелезешь Сделаешь похолоднее Смотри, Кать Для того, чтобы мы не зажарились Потом просто кнопку конди нажмешь Окей Ну все Спуки-ноки, друзья Тогда ждем вас в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok